Друзья, мы скоро начинаем, а пока не забудьте подписаться и поставить колокольчик. У нас каждый день выходят новые аудиокниги и лекции наших официальных авторов на десятки интересных и полезных тем. Только авторский контент, избранная классика мудрости прошлого и современности, в исполнении лучших голосов русского интернета, а также жаркие дискуссии и самое большое сообщество развивающихся людей, теперь реальность. Присоединяйтесь, не забывайте про лайки, поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала. Все ссылки будут в описании. Всем добра, любви и мудрости, а мы начинаем. Нил Доналд Уош. Дома с Богом. Последняя беседа с Богом. Жизнь никогда не кончается. Видение. Это дословная запись священной беседы. Беседа с Богом о том, как живется Дома с Богом. Здесь мы обсуждаем многие сферы человеческого опыта, но одна затронута особенно глубоко. Смерть, умирание и жизнь после смерти. В какой-то момент диалог заходит на территорию, лежащую у самых дальних границ духовного знания. Космология всей жизни. Здесь вы найдете захватывающее метафорическое описание высшей реальности. Простым доступным языком мы говорим о смысле и цели жизни. О пути, позволяющему человеку достичь наибольшей радости. О природе нашего путешествия и о конце этого путешествия, который, как оказывается, и не конец вовсе, а экстатическое интерлюдие славного опыта, полное описание которого потрясает воображение. Этот диалог носит циклический характер. Он закручивается по спирали, поднимаясь к новым высотам, какие прежде никогда не были описаны и даже не являлись человеческому взору. А зачем вновь опускается к Земле, давая головокружительным открытиям прочную основу? Если, читая эту книгу, вы проявите терпение, то будете щедро вознаграждены. Впрочем, терпение в жизни всегда вознаграждается. Дома с Богом – одна из самых полезных и вселяющих надежду посланий, какие когда-либо получало человечество. Тебе важно понять, как ты пришёл к этой беседе. Если думаешь, будто пришёл к ней случайно, значит, ты совсем не понял, что с тобой сейчас происходит. К этой беседе привела тебя твоя душа, и она же приводила тебя ко всем другим беседам с Богом, которые ты когда-либо вёл в какой бы то ни было форме. Именно она сделала так, что перед тобой возникли эти страницы. Очень-очень многие обстоятельства спрялись в этот миг строго определенным образом, чтобы мягко подвести тебя к словам, сказанным здесь. И лишь вмешательство твоей души могло выстроить событие с такой непринуждённостью. Если ты поймёшь это, то воспримешь сказанные здесь слова совсем по-другому. Ты читаешь это потому, что Вселенная слышала, как ты тихо просил об ответах на вопросы, которые задают все люди. Что на самом деле происходит в жизни, и что случится, когда эта жизнь закончится? Воссоединимся ли мы с любимыми, которые ушли до нас? Будет ли Бог встречать нас? Грядёт ли судный день? Грозит ли кому-либо вечное проклятие? Позволит ли нам взойти на небеса? Дано ли нам узнать, что будет после смерти? И будет ли там что-то вообще? Ответы на эти вопросы имеют колоссальное практическое значение для каждого человека. Жили бы мы иначе, если бы знали ответы? Думаю, да. Меньше ли было бы у нас страха перед жизнью, а ведь именно так и должно жить человеку, с любовью и без страха, если бы мы меньше боялись смерти? Полагаю, ответ положительный. У меня сердце разрывается при мысли о том, сколь многие объяты страхом перед переходом в мир иной. Ещё тяжелее думать о тех, кто боится даже этого мира. Жизнь должна дарить непрестанную радость, и ещё большую радость должна дарить смерть, если бы только люди встречали её с умиротворением и счастливыми ожиданиями. Как моя мама. Она встретила смерть совершенно умиротворённо. Молодой священник, пришедший для совершения заборования, вышел из её комнаты, покачивая головой. «Эта женщина утешила меня», – прошептала. У мамы была непоколебимая вера, что она попадёт в объятие Господа. Она знала, что такое жизнь, и знала, чем не является смерть. «Жизнь – это отдавать всё, что у тебя есть, всем, кого любишь, без колебаний, без вопросов, без ограничений. А смерть – это не завершение всего, но начало всего». Она говорила нам, «Когда умру, не грустите, танцуйте у моей могилы». Мама всю жизнь чувствовала, что Бог рядом, и знала, что Он останется рядом и после смерти. А как же обстоят дела с теми людьми, которые воображают, будто живут и умирают без Бога? Такая жизнь нередко исполнена одиночество, а смерть пугает. И тогда, возможно, лучше всего умереть внезапно, не подозревая, что скоро умрёшь. Именно так умер мой отец. Однажды вечером он поднялся с кресла, сделал шаг и рухнул на пол. Врачи прибыли через несколько минут, но всё уже было кончено. Я уверен, что перед этим папа и не подозревал, что доживаясь своей последней минуты на земле. Мама знала, что умирает. Я думаю, она позволила себе знать об этом, потому что могла встретить смерть умиротворённо и радостно. Отец был на это не способен, поэтому предпочёл умереть внезапно. У него не было времени подумать, «Боже, я умираю, действительно умираю». Я также не думаю, что за 83 года жизни у него были моменты, когда он говорил себе, «Боже, я ведь действительно живу». Мама же каждую минуту помнила, что она действительно живёт. Она ощущала чудо и магию мироздания. А отец не ощущал. Мой отец был забавный малый. Его представления о Боге, жизни и смерти изобиловали внутренними противоречиями. Не раз он делился со мной своим недоумением по поводу повседневной жизни и высказывал неверие в посмертное бытие. Помню одну беседу за пару лет до его смерти, когда он делился своими размышлениями о жизни. Это был долгий разговор. Я спросил отца, в чём, по его мнению, состоит смысл жизни. Он посмотрел на меня безучастно и ответил, «Я не знаю». Затем я спросил, что, на его взгляд, происходит с человеком после смерти. «Ничего», – отвечал отец. Я настаивал, чтобы он дал более развернутый ответ. «Тьма, конец, и больше ничего. Ты засыпаешь и не просыпаешься». Я был в смятении. Повисла неловкая пауза, а затем я стал суетливо заполнять пустоту заверениями в том, что отец наверняка ошибается, и на той стороне нас ждёт дивный опыт. Я начал было описывать свои представления о потустороннем опыте, но отец оборвал меня пренебрежительным взмахом руки. «Брец силой кобылы», – пробормотал он. И разговор закончился. Я был изумлён. Дело в том, что отец, а ему тогда было уже за восемьдесят, каждый вечер становился на колени и произносил молитву. Я недоумевал, к кому он обращается в своих молитвах, если не верит в святой жизни и в то, что смерть – это только начало. И о чём молиться? Может быть, он молился о том, чтобы оказаться неправым? Может быть, не видя никаких оснований для надежды, он всё же надеялся? Это книга для всех людей, которые рассуждают так же, как мой отец. Для всех, кто надеется, не видя никаких оснований для надежды. А ещё она для тех, кто просто не знает, что происходит после смерти, а поэтому едва ли может понимать, что и почему происходит в жизни. Она для тех, кому неведомы законы функционирования самой жизни. Эта книга для тех, кто в растерянности, и для тех, кто не ощущает растерянности, и думает вот такое, что знает, обо всём этом, но время от времени сомневается в своей правоте. И ещё она для тех, кто просто напуган. Кроме того, книга пригодится тем, кто не принадлежит мне к одной из перечисленных высших групп, но хочет помочь другим, однако пока ещё не знает, как это сделать. Что вы можете сказать умирающему? Как вы тешаете тех, кто остаётся жить? Что говорите себе в момент утраты? Это всё непростые вопросы. Надеюсь, теперь вы понимаете, зачем вам в руки попала эта книга. А ведь то, что вы нашли этот текст, настоящее чудо. Возможно, не самое значительное из чудес, но тем не менее чудо. Я в это верю. Верю, что ваша душа привлекла к себе данную книгу, используя тот же импульс, который влечёт нас всех вперёд, побуждает к следующему шагу, к следующему озарению. И в конечном счёте, к божественному. Никто из нас не обязан следовать этому импульсу. Мы можем в любой момент изменить направление. Мы имеем право пойти в другую сторону. Или вообще можно сколь угодно долго в замешательстве стоять на одном месте. Однако, в конце концов, все мы снова отправимся вперёд. И каждый непременно дойдёт до своей цели. Таково послание всей этой книги в трёх предложениях. «Всё, что мы делаем, мы делаем ради себя. Когда поймёшь, что это верно, даже в отношении умирания, ты больше никогда не будешь бояться смерти». Невозможно жить или умереть без Бога, но вполне можно думать, будто Бога с тобой нет. И если ты думаешь, что живёшь или умираешь без Бога, тебе будет казаться, что так оно и есть. Ты можешь сохранять это ощущение столько, сколько захочешь. А можешь сделать иной выбор и мгновенно избавиться от этого ощущения. «Я верю, что это святые слова. Верю, что они идут непосредственно от Бога. Эти слова, то и дело, всплывали в моём сознании в течение последних четырёх лет. Теперь я понимаю, что они были приглашением. Приглашением от Бога к обстоятельной беседе». «Ты прав. Я хотел, чтобы такая обстоятельная беседа состоялась, и поэтому вкладывал эти слова в твоё сознание всякий раз, когда ты хоть на миг серьёзно задумывался о жизни или смерти. Ты очень не хотел приступать к этой беседе и постоянно её откладывал». «Да, согласен. Дело не в том, что я боюсь глубокой беседы о жизни или даже о смерти». «Просто всё это слишком сложные вопросы. Я хотел быть уверен, что действительно готов к отдельному разговору на такие темы. Я хотел подготовиться психологически и, полагаю, духовно». «И как ты думаешь, теперь ты готов?» «Надеюсь». «Нельзя было откладывать эту беседу бесконечно. Сколько бы я ни уклонялся, ты бы просто снова и снова вкладывал эти слова в мою голову». «Правильно, вкладывал бы». «Потому что я хотел, чтобы ты услышал хотя бы их. Пусть даже вся беседа целиком не состоялась бы». «Отлично, я их услышал». «Я хочу, чтобы ты слышал их снова и снова». «Невозможно жить или умереть без Бога, но вполне можно думать, будто Бога с тобой нет». «Если ты думаешь, что живёшь или умираешь без Бога, то будешь ощущать, будто так оно и есть». «Ты можешь сохранять это ощущение столько, сколько захочешь. И можешь избавиться от этого ощущения, как только решишь сделать это». «В этих словах есть всё, что нужно тем, кто боится жизни или смерти». «Значит, можно на этом и закончить?» «Можно, но сколь глубокого постижения ты желаешь. Если захочешь продолжить эту беседу, я дам тебе ещё сто слов. Формулу всей жизни в ста словах». «Заинтриговал». «Именно так и было задумано». «Сработало. Я не стану обрывать наш разговор. Итак, я веду беседу с Богом о жизни и смерти. Опять». «Да, но нам предстоит обсудить многие вещи, которые мы никогда не затрагивали прежде». «Кто бы мог в это поверить?» «А это и не имеет значения. Ты ведёшь эту беседу не для кого-то. Ты ведёшь её для себя». «Мне приходится постоянно напоминать себе об этом». «Люди так часто полагают, что делают что-то для других, тогда как на самом деле всегда стараются для себя. Всё, что мы делаем, мы делаем ради себя самих. Когда пробудешься к осознанию этого, достигнешь прорыва. А когда поймёшь, что это верно, даже в отношении умирания, ты больше никогда не будешь бояться смерти. А если не будешь бояться смерти, перестанешь бояться и жизни. Тогда ты будешь жить полноценно до самого последнего мгновения». «Стоп, погоди! Ты говоришь, что умирая, я делаю это ради себя же?» «Конечно. А для кого же ещё?» «Ответив на большинство вопросов, касающихся смерти, ты заодно отвечаешь на большинство вопросов, касающихся жизни». «Интересное начало. Весьма интригующее утверждение. Первое из многих, которые ждут тебя здесь. Однако этот диалог приведёт нас к истинам, которые не просто покажутся интригующими. Некоторые люди просто не смогут в них поверить. Такова природа воспоминаний, за которыми ты пришёл». «Воспоминаний?» «Да, вспомни, о чём мы говорили с тобой в предыдущих беседах. Тебе нечему учиться, нужно только кое-что вспомнить. И наша беседа, как и все предыдущие, поможет тебе в этом. Она подтолкнёт тебя к ряду воспоминаний о жизни и смерти. Ты заметишь, что многие из этих воспоминаний связаны со смертью. И это не случайно. Ибо именно через более глубокое понимание смерти мы быстрее всего достигаем более глубокого понимания жизни. Некоторые воспоминания могут изумить, ибо они ставят под вопрос многие твои знания. В других воспоминаниях ничего удивительного нет. Услышав их, ты сразу поймёшь, что знал это всегда. Все вместе эти воспоминания вернут тебя к самому себе, позволив узнать всё, что нужно знать, чтобы ощутить себя дома с боком. Люди слишком долго ждали новой беседы об этих важных вопросах. Большая часть того, что мы принимаем за коллективную реальность, пришло из прошлых эпох. А здесь нам придётся обратиться к новой мудрости. В душе каждого человека от рождения запечатлена вся мудрость Вселенной. Это ДНК всех вещей. На самом деле ДНК можно расшифровать, как врождённое божественное осознание. У каждого живого существа есть врождённое осознание. Таково ваше устройство. Это неотъемлемое свойство процесса, который мы называем жизнью. Вот почему, когда люди сталкиваются с великой мудростью, она часто кажется им знакомой. Они соглашаются с ней почти сразу. Не нужно доказательств. Есть только вспоминания. Так работает врождённое божественное осознание. Оно действует на уровне ДНК. Мы видим истину и говорим «Ах, да, конечно». Поэтому давай теперь всерьёз приступим к этой беседе, чтобы ты вспомнил то, что всегда знал и прежде. Давай заново поговорим обо всех этих вещах, чтобы ты смог освежить свои клеточные воспоминания и найти путь домой. Но ведь я могу быть дома с Богом ещё при жизни, так ведь? То есть, чтобы попасть домой, мне не нужно ждать смерти, правильно? Правильно. Правильно. Тогда повтори, чтобы я лучше выяснил, зачем необходимо так много воспоминаний о смерти. Смерть – величайшая тайна жизни. Раскрыв эту тайну, мы постигаем всё. Ответив на большинство вопросов, касающихся смерти, ты заодно отвечаешь на большинство вопросов, касающихся жизни. Тогда ты ещё до своей смерти поймёшь, как быть дома с Богом. Теперь мне понятно. Замечательно. Но советую тебе не ждать и не требовать от себя, чтобы всё сказанное здесь было понятно всем. Ибо если ты станешь от себя такого требовать, то начнёшь редактировать эту беседу, чтобы как можно больше людей могли её понять и согласиться с ней. Я не стану этого делать. Но такой соблазн вполне может возникнуть, если ты подумаешь, будто в противном случае у кого-то появится желание высмеивать нашу беседу или искажать её смысл. Не думаю. Некоторые моменты нашей беседы, особенно когда речь зайдёт о космологии жизни в целом, покажутся многим людям довольно экстравагантными. Я не сомневаюсь, что экстраполяции и мысленные модели, которые мы тут построим, усилят твою способность глубоко понимать, что есть жизнь и смерть. И всё же некоторые из них могут показаться настолько оторванными от реальности и эзотерическими, что у тебя возникнет соблазн отпустить их. Нет, этого не будет. Я трепетно отношусь к этой беседе и намерен записать её точно и дословно, не опуская ничего из того, что ты собирался сюда включить. Хорошо. Тогда продолжим. Итак, первое воспоминание. Умирание – это дело, которое ты делаешь для себя. Любопытно. Я не считаю, что дело это для кого бы то ни было. Фактически, я вообще не думал, что человек делает умирание. Я полагал, что это процесс, происходящий с людьми. Да, это происходит с тобой. И это происходит через тебя. Все, что происходит с тобой, происходит через тебя. И все, что происходит через тебя, происходит для тебя. Никогда не думал, что умирание делается с какой-то целью, а тем более, что я делаю его для себя. Ты делаешь его для себя, так как умирание – великолепная вещь. И ты делаешь его с определенной целью, по причинам, которые станут тебе ясны по мере того, как мы будем углубляться в беседу. Умирание – великолепная вещь? Да, то, что вы называете смертью, великолепно. Поэтому не грусти, когда человек умирает. И к собственной смерти относись без печали и страха. Приветствуй смерть, как ты приветствуешь жизнь. Ведь смерть и есть иная форма жизни. Приветствуй смерть другого человека с тихой радостью и глубоким ощущением счастья, ибо его ждет дивная радость. Чтобы умиротворенно относиться к смерти, своей или чужой, знай, умирающий сам является причиной своей смерти. Итак, второе воспоминание. Ты сам причина своей смерти. Это всегда так, независимо от того, где и как ты умираешь. Думаешь, смерть приходит против твоей воли? Ёлки-палки, я смотрю, ты держишь своё слово. Многим людям будет действительно сложно в это поверить. В жизни есть несколько основополагающих принципов, и мы скоро рассмотрим их внимательно, зная которые, тебе будет проще соотнести некоторые из воспоминаний со своей реальностью. Когда мы подробно рассмотрим эти базовые принципы, ты поймешь то, что вы называете смертью потрясающий момент творчества. Ничего себе! Ещё одна интересная мысль. Смерть — это момент творчества? Это один из самых сильных моментов, которые тебе суждены. Это инструмент. Если использовать смерть по назначению, она может создать нечто необычайное. И это я тоже ещё объясню тебе. смерть — инструмент? Она не просто дверь? Да, это дверь, но дверь волшебная. Ибо то, что будет на другой стороне, зависит от того, с какой энергии ты проходишь через эту дверь. Постой, не так быстро. У меня дух захватывает. Нельзя ли немного обстоятельнее? Может быть, повторим всё это ещё раз, заполняя пробелы? У меня есть много вопросов в связи со сказанным только что. Мы все эти вопросы обсудим и ответим на каждый. Вот и прекрасно. Тогда давай начнём с идеи, что смерть — инструмент. Это что-то совершенно новое для меня. Инструмент — это нечто, используемое нами с определённой целью. Мы используем инструменты охотно. Но ведь у меня нет охоты умереть. Никто не хочет умереть. Все хотят умереть. Все хотят умереть? Конечно, иначе никто не умирал бы. Думаешь, смерть приходит против твоей воли? Наверняка так полагают очень и очень многие. Ничто не происходит против твоей воли. Это невозможно. Итак, третье воспоминание. Ты не можешь умереть против своей воли. Если бы я поверил в это, мне было бы так спокойно. Это знание могло бы меня утешить и исцелить. Но как я могу считать это истиной, если из опыта знаю, что в моей жизни происходит множество вещей, которых я ничуть не хотел бы? Не происходит ничего такого, чего бы ты не хотел. Ничего? Ты можешь вообразить, будто произошло что-то, чего-то не хотел. Однако это не так. Просто такой подход позволяет тебе почувствовать себя жертвой. Ничто не тормозит твою эволюцию в большей степени, чем эта мысль. стремление считать себя жертвой – признак ограниченного восприятия. На самом деле никто не является жертвой. Довольно трудно объяснить, что никто не является жертвой, человеку чудо чьи изнасиловали и речу деревню стерли с лица земли в ходе этнической чистки. Пока человек остро переживает страдания, разговор на эту тему не пойдет ему на пользу. В такие моменты нужно просто поддержать человека, проявить сострадание, подлинное участие и целительную любовь. Духовные сентенции или интеллектуальные рассуждения не облегчат его боль. Вначале исцели человека от боли, а потом исцели от мысли, причинившей боль. Конечно, в обычном человеческом смысле существуют жертвы ужасных происшествий или жизненных обстоятельств. Однако опыт жертвы может быть реальным только в контексте нормального, а значит крайне ограниченного человеческого сознания. Говоря, что на самом деле жертв не бывает, я ориентируюсь на совершенно иной уровень сознания. И человек способен подняться на этот уровень, когда боль исцелена. Думаю, многим будет трудно понять твои слова, независимо от того, терзает их в данный момент душевная боль или нет. Я просто пытаюсь здесь сказать то же, что на протяжении многих столетий твердили практически все мировые религии. Пути Господни неисповедимы. И еще верь в совершенство Божьего промысла. Позже в этой беседе нам еще представится повод обсудить идею совершенства Божьего промысла. Мы также разберемся, как взаимодействуют разные души, порождая индивидуальные и коллективные жизненные переживания на земле. Причем все они действуют определенным и совершенным образом, по определенной совершенной причине. На самом деле я попрошу тебя, чтобы ты привел мне пример такого взаимодействия. Правда? Да. И когда я попрошу тебя об этом, ты поймешь, о чем идет речь. А пока успокой свое сердце мыслью, что все происходящее совершенно. попробуй удержать эту мысль и принять ее в свое сердце, как ты просил. Но ты слишком торопишься, слишком быстро мчишься. Мы только начали диалог, а ты уже унес нас, как бы это сказать, в заоблачные выси. Не хочу показаться невежливым, но куда нас заведет эта беседа? Туда, куда ты всегда хотел попасть? А именно, к истине. Нет истины, кроме истины внутри тебя. Все остальное это лишь то, что тебе говорили другие. Ага, я это уже слышал. Каждый встречный поперечный утверждает, что ведет меня к истине. Да, но привести тебя к ней может лишь один. И кто же ты? Нет. Кто тогда? Ты. Я? Да, ты. Ты единственный, кто может привести тебя к истине, ибо истина есть лишь в одном месте. Молчи, я сам скажу. Она внутри меня. Правильно. Нет истины, кроме истины внутри тебя. Все остальное это лишь то, что тебе говорили другие. Включай то, что ты тут мне рассказываешь. Конечно, совершенно верно. Да, тогда какой смысл в этой беседе? И если на то пошло, какой смысл вообще слушать кого бы то ни было? Я не говорил, что внешние факторы не могут указать тебе путь к истине. Я сказал, что единственный, кто может привести тебя к ней, ты сам. И все же, если бы я знал путь к истине о жизни и смерти, я бы тебя не спрашивал. Я не начинал бы этот диалог, правда? Многие мои знакомые молятся о таком знании. Они просят ответов или хотя бы подсказок, которые помогли бы им найти ответы на глубочайшие вопросы о жизни и смерти. И когда люди просят об ответах, а затем получают их, часто очень отчетливые ответы, они говорят, что им дал ответ Бог. Кому-то покажется, что нечто подобное происходит и со мной сейчас. Вся эта беседа напоминает молитву, на которую я получаю ответ. Замечательные слова, ибо так оно и есть. Именно поэтому я и записываю всю нашу беседу, весь этот процесс. Я записываю все до последнего слова. Но будь осторожен, чтобы у других не возникло впечатления, будто понимание находится где-то вне их самих и за ответами необходимо идти куда-то во внешний мир, например, к тебе. Постарайся не создать ситуацию, когда другие стали бы тебе завидовать, считая, что ты нашел дорогу к мудрости, ибо тогда они захотят, чтобы ты показал этот путь им, а это бессмысленно и иногда даже опасно. Опасно? Когда люди думают, будто у тебя есть канал доступа к Богу, которого нет у них, ты становишься опасен. Поэтому твоя задача позаботиться о том, чтобы мир так о тебе не думал. Не позволяй считать себя исключительно. Делай все возможное, чтобы не быть исключительным. Хотя в действительности ты, конечно, исключительный человек. Речь просто идет о том, чтобы никто не думал, вот вот ты более исключительный, чем все остальные. И как же этого добиться? Сделай что-либо совершенно не свойственное такому человеку, каким вообразили тебя люди. Что-то, чего никогда не сделал бы гуру или святой. Стань продюсером рок-группы, стань клоуном, открой боулинг-клуб. А что, святые не владеют боулинг-клубами? Среди гуру нет клоунов? Ты шутишь? Они все клоуны. Просто люди не понимают этого. В том-то все дело. Поэтому сделай что-нибудь возмутительное. Что-то, что заставит людей недоуменно чесать затылки. Что-то, что заставит их отказаться от мысли о твоей исключительности и даже с пеной у рта доказывать, что ты не исключителен. Для этого достаточно просто рассказать людям историю моей жизни. Я совершил множество ошибок, сделал много вещей, которые никто не одобрил бы. Вполне достаточно, чтобы никто не смог назвать меня исключительным. На самом деле ты несовершенный вестник, что и делает тебя совершенным. Потому что никто не спутает послание и вестника. Скорее всего не спутает, если только ты сам не позволишь людям сделать это. Так что просто оставайся человеком. Прости себя и попроси прощения окружающих за все свои ошибки, старый и новый. Затем иди к людям и скажи им всем, что ответы, которые они ищут, находятся внутри них. Каким путем не идти, ты не можешь не попасть домой. Сказать это людям прекрасно идея, но подобные вещи высказывались столь часто, что уже давно превратились в избитые афоризмы. Сказать человеку ответы внутри тебя почти то же самое, что сказать силы внутри тебя. И все же я здесь, чтобы сказать тебе все, что нужно знать, ты знаешь с самого рождения. И ты пришел сюда продемонстрировать это. Твои утверждения, я не знаю, они настолько расходятся с нашим повседневным опытом, как я могу поверить, что все ответы внутри меня и были внутри меня с самого рождения, если я чувствую, что еще очень многому нужно научиться. Тебе ничему не нужно учиться. Нужно только вспомнить. Жизнь это процесс роста. Рост свидетельства божественного присутствия и проявления. Вся жизнь работает так. Посмотри на дерево за окном. Сейчас, когда оно выросло до 15-метровой высоты и защищает тебя от солнца своей гигантской кроны, оно знает не больше, чем когда было маленьким росточком. Вся информация, необходимая, чтобы вырасти до нынешних размеров, присутствовала уже в семени. Дерево не пришлось ничего изучать. Нужно было только расти. Чтобы вырасти, оно использовало информацию из клеточной памяти. Так же, и ты. Разве я не говорил? Еще до того, как ты спросишь, я дам тебе ответ. Да-да, но... Ну вот, я снова задам этот вопрос. В чем тогда смысл нашей беседы? Зачем тогда разговаривать с кем-то, а тем более молиться Богу? Даже дереву для роста необходимо солнце. Все в жизни взаимосвязано. Ни один из аспектов или индивидуальных проявлений целого не действует отдельно от других аспектов индивидуальных проявлений. Жизнь непрестанно творит в интерактивном режиме. Мы создаем результаты совместно. Нет другого способа, которым мы могли бы создавать их. Твои беседы с другими людьми, информация, поступающая к тебе из внешнего мира, все это как солнечные лучи. Они помогают прорасти семена внутри тебя. Во внешнем мире есть много вещей, направляющих тебя к внутренней истине. но эти люди, места, вещи и события лишь напоминания. Они как дорожные указатели. В этом фактически и состоит функция внешнего мира. Физический мир создан для того, чтобы создать контекст, внутри которого ты можешь ощутить извне то, что знаешь внутри. Таким образом, мне идет на пользу то, что внешний мир проявляет себя именно так, как он себя проявляет. Всем людям это идет на пользу. Поэтому я и говорил, не суди и не проклинай, когда смотришь на мир и на все, что с тобой происходит. Пусть на этом этапе беседы дерево станет нашим другом, помогающим обрести более глубокое понимание происходящего. Представим себе, что ты пришел на знакомую опушку, а затем углубился в лес. Прежде ты никогда не заходил столь далеко в чащу и понимаешь, что можешь заблудиться. Поэтому по пути ты метишь деревья. Возвращаясь на опушку, ты видишь метки и помнишь, что оставил их сам, чтобы не заблудиться. Эти метки – нечто внешнее по отношению к тебе. В конечном счете они приведут тебя домой, но сами домом не являются. метки указывают тебе дорогу, тропу, путь. И этот путь кажется тебе знакомым. Ты узнаешь его. Узнаешь, то есть познаешь снова. Однако путь не тождествен цели. Только ты сам можешь привести себя к цели. Другие могут указать тебе дорогу, рассказать о своем пути, но прийти к цели можешь только ты сам. Лишь ты сам можешь решить оказаться дома с Богом. Внешний мир – это путь. Он должен помочь тебе добраться домой. На самом деле все события внешнего мира направлены именно на это. Именно для этого вы их и создали. Они метки на деревьях. Метки. Но если я сам расставил все во внешнем мире по местам, чтобы привести себя к внутренней истине, ведь именно об этом ты говоришь, правда? Да, я говорю именно об этом. Ты совершенно прав. Тогда получается, что в некотором смысле я сам вложил эту книгу к себе в руки. Правильно. Я сам сделал так, чтобы этот материал пришел ко мне именно таким образом, каким он и пришел. Это дорожный указатель, метка надея. Теперь тебе стало ясно. именно так и обстоят дела. Но тогда, если все во внешнем мире дорожные указатели, каким образом каждый из них может иметь смысл? Это как если бы я пришел на перекресток и увидел множество знаков, которые указывают в разные стороны, но на каждом написано «Дорога домой». Ну вот, тебе все стало действительно ясно. «Ради всего святого о чем ты говоришь?» «Я говорю, что каким путем ни иди, ты не можешь не попасть домой». «Тогда получается, что безразлично, какую дорогу я выберу?» «Безразлично». «Безразлично, какую я выберу дорогу?» «Абсолютно безразлично». «Тогда зачем выбирать? Если все они ведут домой, какая разница?» «Некоторые пути менее трудные». «Ага, значит, некоторые пути лучше других». «Менее трудные фактическая характеристика, а лучше оценочные суждения». это приводит нас к четвертому воспоминанию. «Ни один путь домой не лучше других». «Ты уверен?» «Пожалуйста, дорогой Бог, скажи, до конца ли ты уверен в этом?» «Почти все религии на Земле говорят обратное». «Повторю, чтобы развеять любые сомнения. Ни один путь домой не лучше других». «Все пути приведут тебя туда». «Ибо все, что нужно, чтобы добраться домой, это искреннее желание, чистое открытое сердце и вера в то, что у Бога нет никаких причин сказать «Ты не можешь быть со мной, кому бы то ни было, по какой бы то ни было причине, тем более только на том основании, что человек верит в Бога как-то не так». «Все истинные религии прекрасны и все истинные духовные учения пути к Богу. Ни одна религия и ни одно учение неправильнее других. На вершину горы ведет ни одна тропа». «Религии созданы человеческими культурами, чтобы помочь людям, рожденным в этих культурах узнать и понять, что существует неиссякаемый источник помощи в минуты нужды, источник силы в минуты испытаний, источник ясности в минуты смятения и источник сострадания в минуты боли». «Кроме того, в религиях отражено инстинктивное сознание людьми того, что ритуалы, традиции, церемонии и обычаи исключительно ценны как символическое свидетельство присутствия в мире того или иного народа. Заодно они служат связующим средством, которое обеспечивает это присутствие, поддерживая целостность культуры данного народа. У каждого народа есть прекрасные неповторимые традиции, знаменующие одну истину, что в жизни есть нечто более важное, чем желание и даже потребности человека, что сама жизнь намного более глубока и значительна, чем поначалу кажется многим людям, и что любовь, взаимная забота, прощение, творчество, игра и объединение усилий ради достижения общей цели, все это приносит глубочайшее удовлетворение и дарит самую большую радость, какая доступна человеку. Поэтому пусть каждый из вас изберет свой собственный путь ко мне, пусть каждый идет домой собственной дорогой. Ты не можешь не прийти ко мне, и никто не может. Воистину вы все снова встретитесь, когда соберетесь дома, и несказанно удивитесь, почему ваш путь был столь путанным. Да, и еще мы постоянно спорим, правда, спорим без конца, скандали мы деремся и убиваем и умираем, настаивая, что только наш путь на небеса правильный, точнее единственный. Еще как спорите. А ты говоришь, что ни один путь не лучше других. Но почему я должен в это верить? Откуда мне вообще знать, во что верить? Что бы ты ни делал, не верь в то, что здесь сказано. Прошу прощения? Не верь ни единому моему слову. Выслушай, что я тебе скажу, но верь лишь в то, что говорит тебе сердце. Ибо именно в сердце живет мудрость. Именно в сердце пребывает твоя истина. Именно в сердце происходит самое близкое единение с Богом. Я прошу лишь об одном. О чем? Пожалуйста, не путай то, что в твоем сердце с тем, что в уме. То, что есть в уме, поместили туда другие. То, что есть в сердце, это частичка меня, которую ты носишь в себе. Однако очень многие закрывают свое сердце. И ты тоже от этого не застрахован. Впрочем, и ум многие тоже закрывают. И пожалуйста, не говори людям, будто если они не поверят в то, что есть в твоем уме, то я их прокляну. И наконец, ни в коем случае не проклина их сам от моего имени. А ведь мы делаем это постоянно и не можем остановиться. Мы сами для себя создали сущий ад. Однако есть и хорошие новости. Людям не нужно идти через ад, чтобы попасть на небеса. Нам даже не нужно идти через дремучий лес, где приходится отмечать деревья, чтобы затем вернуться обратно. можно просто обойти этот лес. Верно. Сколь бы красивым и соблазнительным ни казался лес, когда глядишь сапушки, я не обязан идти в чащу, не обязан заблудиться ради того, чтобы затем найти выход. Правильно, не обязан. Каждый день я обещаю себе оставаться на пути, но каждый день жизнь манит меня принять участие в разнообразных драмах, не имеющих ничего общего с тем, кто я есть и куда иду. Я и сам не замечаю, как снова и снова оказываюсь в лесу. Да ты сейчас-то из него еще не вышел. Знаю, в моей голове в последнее время часто звучат слова Роберта Фроста. Я знал их и прежде, но сейчас они обрели для меня новый смысл. Лес очарователен, сумрачен и дремуч, но я связан обещанием, и мне придется пройти еще много миль без сна и отдыха. Так пойдем же со мной. Давай вместе отправимся к опушке, где ты наконец сумеешь увидеть за деревьями лес. Ладно, итак мы идем к опушке. Я оказался в лесу, забрел в чащу внутренних конфликтов и недоразумений, и теперь мне хочется вернуться домой. Но разве самая короткая дорога не самая лучшая? Ведь чем короче, тем лучше, правда? А какая дорога самая короткая? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что такое дом. Что такое этот дом, для людей, которые стремятся туда вернуться? Большинство людей полагают, что отправиться домой значит вернуться к Богу. Но ты не можешь вернуться к Богу, так как никогда его не покидал, и твоя душа знает об этом. Возможно, ты и не знаешь этого на сознательном уровне, но душа знает. Но если душа знает, что мне не нужно возвращаться к Богу, поскольку я его никогда не покидал, тогда чем занимается моя душа? Какова цель земной жизни с точки зрения души? Краткий ответ таков. Душа стремится пережить на опыте то, что знает. Душа знает, что ты никогда не покидал Бога, и она стремится ощутить это на опыте. жизнь это процесс, посредством которого душа превращает знание в опыт. И когда познанное и пережитое на опыте превращается в прочувствованную реальность, процесс можно считать завершенным. дом это место, которое можно назвать завершенностью. Это завершенное сознание того, кто ты есть на самом деле, через завершенное познание, завершенное восприятие и завершенное чувствование этого. Это конец разделения между тобой и Божественным. это не воссоединение, так как я никогда не утрачивал единство, но я могу воспринимать это как воссоединение, если я забыл о единстве. Правильно. В момент воссоединения ты просто вспоминаешь, кто ты есть на самом деле и ощущаешь это на опыте. Поэтому если это можно назвать возвращением к Богу, то только метафорически. В действительности же я возвращаюсь только к осознанию того факта, что никогда никуда не уходил, что я и Бог одно. Да, и возвращение к этому осознанию двойственный процесс. Осознание достигается через знание и опыт, которые порождают чувствование. осознание осознание это чувствование того, что ты узнал и пережил на опыте. Одно дело знать что-то, совсем другое пережить на опыте, а чувствовать третье. Лишь чувство ведет к завершенному осознанию. Одно только знание дает частичное осознание, и один только опыт дает частичное осознание. Ты можешь знать о своей божественности, но лишь когда на опыте ощутишь свое я божественном, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Ты можешь знать о любом аспекте своей божественности, например, о том, что ты сострадателен, но лишь когда на опыте ощутишь свое я сострадательным, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Ты можешь знать о своем благородстве, но лишь когда на опыте ощутишь свое я благородным, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Ты можешь знать о своей способности любить, но лишь когда на опыте ощутишь свое «я» любящим, твое осознание станет завершенным через проживание этого чувства. Я не раз говорил «сам себя не узнаю сегодня». И только теперь мне стало понятно, в чем дело. Когда ты себя не узнаешь, то это не потому, что не знаешь, кто ты, но потому, что не переживаешь это на опыте. Чтобы возникло чувство, необходимо к знанию добавить опыт. Чувство – язык души. Осознание своего «я» достигается, когда полностью чувствуешь, кто ты есть на самом деле. Осознание – двойственный процесс. Оно достигается на двух путях одновременно. Душа достигает завершенного знания на пути духовного мира, а завершенного опыта – на пути мира физического. Соедини их вместе, и у тебя будет совершенная среда, где, возможно, завершенные чувства, порождающие абсолютное осознание. Таким образом, получается, что дом – это завершение. Все души обретают умиротворение после смерти. И лишь немногие до смерти. Это прекрасное и исчерпывающее описание того, что в реальности представляет собой опыт, который мы называем жизнью. При этом мы еще только начали. Далее будут раскрыты глубочайшие тайны жизни. Пока мы в нашей беседе едва прикоснулись к поверхности. А теперь давай рассмотрим твой последний вопрос более глубоко. Ты спросил, является ли кратчайший путь домой наилучшим? Ответ – необязательно. Больше всего приносит тебе пользы тот путь, который приводит к завершению. Сколь бы долг или короток он ни был. Момент абсолютного осознания, то есть завершенного знания, опыта и чувствования того, кто ты есть на самом деле, достигается поэтапно или пошагово. Можно сказать, что каждая жизнь – один из таких этапов. Ни одна душа не достигает абсолютного осознания в течение одной жизни. Лишь в результате сложения опыта, полученного в процессе многих прохождений через жизненный цикл, достигается то, что можно назвать полным завершением или абсолютным осознанием. Прохождение через жизнь заканчивается, когда полностью завершена задача или миссия данного прохождения. Текущая жизнь закончится тогда, когда ты переживешь на опыте все, что должен был пережить на этот раз. Затем то, что завершено здесь, добавляется к тому, что завершено во время других твоих путешествий по времени. Пока, наконец, все не сложится вместе и не будет достигнуто абсолютное осознание. Таким образом, существуют два уровня завершения. Уровень первый – это когда завершен очередной шаг в общем процессе. Уровень второй – это когда завершен весь процесс целиком. Да, а весь процесс считается завершенным, когда до конца познаешь, до конца ощутишь и до конца почувствуешь, кто ты есть. Прекрасное объяснение, я все понял. Души приходят на Землю, чтобы выполнить определенные задачи и обрести определенный опыт. У одних душ уходит на все это больше времени, у других – меньше. Когда твои задачи завершены, самое время ликовать, поскольку ты успешно закончил свою работу здесь. Ты действительно понял. Замечательно. Все совершенно верно. И, короче, не обязательно лучше. Цель завершения, а не скорость. Правильно. Колоссально. У меня стало легче на душе, поскольку я не считаю, что завершил, несмотря на то, что я проживаю уже свой шестой десяток, то, что должен был завершить. И что же это? Не знаю точно. Тогда тебе будет очень трудно завершить это. Понимаю. Понимаю. Отчасти в этом и состоит моя проблема. Возможно, нам нужно об этом побеседовать. Уверен, что такой разговор пошел бы мне на пользу, но в данный момент я не хотел бы отвлекаться от нашей темы. Ты говорил, что некоторые дороги домой менее трудны, чем другие, пусть даже они и не лучше. Меня это заинтриговало. Чем меньше препятствий на пути, тем легче пройти его. Согласен. И как же мне найти такой путь? Не найти. Создать. Как? Сейчас ты делаешь именно это. Уже просто заботясь о том, чтобы выбрать дорогу, ты значительно облегчаешь себе задачу. Многие люди идут по жизни, вовсе не задумываясь о том, чтобы быть на пути. Они не учатся, не молятся, не медитируют. Не обращают никакого внимания на внутреннюю жизнь и не исследуют глубоко окружающую реальность. А ты этим всем занимаешься. Уже только посредством своих исследований, посредством этой беседы, ты создаешь путь, имеющий меньше препятствий. Я пытаюсь объяснить, что независимо от того, избираешь ты зверистую дорогу или прямую, идешь через лес или обходишь его, когда ты постигаешь свою истину о жизни и смерти, а также о том, как следует жить и умирать, ты тем самым устраняешь многие препятствия и создаешь менее трудный путь к завершению. После того, как обретешь знание о смерти, ты сможешь жить полноценно. Тогда ты полностью переживешь на опыте свое «я», ведь именно за этим ты сюда пришел, и сможешь умереть красиво и благодарно, сознавая себя завершенным. Это менее трудный путь, и он порождает смерть в умиротворении. Мне кажется, что ты осуждаешь меня. Как будто заявляешь «или умри правильно, или считай, что не справился со своей задачей». Что-то вроде этого. Ты высказал суждение, которого я не допустил бы. Невозможно умереть неправильно, и невозможно не достичь цели, которая состоит в блаженном воссоединении с Божественным в источнике твоего существа. Невозможно не быть дома с Богом. Мы здесь говорим о том, как сделать твою жизнь и твою смерть менее трудной и более умиротворенной. А слова, которые тебя смущают, это наблюдение, а не осуждение. Если человек легко пришел к завершению опыта, предназначенного ему в этом теле, а поэтому умер красиво и благодарно, значит, он обрел умиротворение еще до смерти, а не после. Все души обретают мир после смерти, и лишь немногие до. К моменту смерти нельзя не быть завершенным, но вполне возможно не осознавать этого. Мир – это осознание своей завершенности. Осознание, что у тебя больше не осталось здесь дел. Ты завершен, закончен, и можешь идти домой. Даже если ты относишься к смерти со страхом и беспокойством, с возбуждением и дрожью, если не готов расслабиться, не чувствуешь себя завершенным, боишься того, что грядет, ты все равно придешь к своей цели. Не достичь ее ты не сможешь. Но это будет трудно, верно? Верно. Давай еще раз проясним одну вещь. Ты всегда погружен в Божественное. Погружен в Него и сейчас. На самом деле, вы тождественны. Ты – Божественное. Ты – Божественное, погруженное в Божественное, проявляющее себя как индивидуализированный аспект Божественного, который в миру называется ты. Поэтому в действительности ты не на пути домой, ты уже там. Ты всегда дома с Богом. Ты уже находишься там, где стремишься быть. Самый главный секрет в том, что знание об этом непосредственно приводит тебя к опыту. У меня такое ощущение, что мы тут ходим по кругу. Я имею в виду эту нашу беседу. Кажется, что я лунатик и не знаю, где нахожусь. Это касается не только нашей беседы, но всей твоей жизни. Когда ты живешь или когда умираешь, если уж на то пошло, со страхом и беспокойством, с возбуждением и дрожью, если не готов расслабиться, не чувствуешь себя завершенным, боишься того, что грядет, ты тем самым показываешь, что не знаешь, где находишься. И вся проблема в том, что ты не только демонстрируешь это, но переживаешь на опыте. Так было и так будет. И поэтому ты не ощущаешь на опыте свое единство с Божественным. Не ощущаешь, что пребываешь дома с Богом, несмотря на то, что находишься именно там. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но я пытаюсь понять. Ты подаешь информацию очень быстро, и все это слишком сложно. Да я и не думал, что будет иначе, но я пытаюсь понять. Хорошо. Тогда не отставай, следи за моей мыслью. Ты все это уже знаешь, я только напоминаю. Ты не в путешествии к Божественному. Ты находишься в вечном процессе, в ходе которого все больше и больше постигаешь Божественное на опыте. По ходу жизни ты все больше и больше постигаешь на опыте основу своего существа и собственную сущность. Ты вечно растворяешься в этой сущности, и это тоже часть жизненного процесса, снова сотворяешься из нее, как ее обновленное проявление. Этот процесс можно назвать творением энергии, и он лежит в основе формулы всей жизни. Ее можно записать следующим образом. раз-сотворение. Поэтому данный процесс иногда называют последним духовным творением. Вот что такое смерть и умирание. Смерть — это творение, поскольку это вовсе не умирание. Тут главную роль играет раз-творение и сотворение. Ты хочешь сказать, что я не только иду к полному единству с Божественным, но и происхожу из такого единства? Да. Мы здесь говорим о реинкарнации? Можно назвать это и так. Ну вот, опять это неопределенность. Важно понять во что. То, о чем мы тут говорим, нельзя выразить в одном предложении или слове. И все же, я полагаю, ничто здесь не выходит за пределы твоего постижения. Просто наберись терпения, и все поймешь. Все, что я хочу, это знать истину о смерти и умирании. Я хочу знать Божью истину. Вот как? Ты думаешь, что Бог отделен от тебя? На самом деле нет. Я думаю, что Бог и я, ты и я, суть одно. Ты правда так думаешь? Да, я знаю, что мы не разделены. Я знаю, что являюсь индивидуальным проявлением Божественного. Тогда почему ты так говоришь? Почему ты сказала, что хочешь знать Божью истину? Тебе последовало знать, что Божья истина обитает внутри тебя. Божья истина – это фигура речи в английском языке. Ага. Значит, то, что ты ищешь, на самом деле твоя истина. Да, я надеюсь, что эта беседа, эта молитва приведет меня к ответу или истине, которая находится глубоко внутри меня. Хорошо. Данный опыт поможет тебе выйти на этот путь. Но, как я уже не раз говорил, именно ты должен встать на него. Я могу направить тебя на путь домой, но идти этим путем должен ты сам. И еще я говорил, что на самом деле ты никуда не идешь. Ты уже находишься там, куда хочешь прийти. Но, поскольку ты этого не знаешь, то ощущаешь, будто движешься куда-то. Выходит, для того, чтобы выяснить, что в путешествии нет необходимости, нужно это путешествие предпринять. Чтобы обнаружить, что путь начинается и заканчивается в том самом месте, где ты находишься сейчас, нужно пуститься в путь. Откуда мне знать, что именно эти слова, а не все остальные, сказанные на эту тему, приведут к моей истине о жизни и смерти? Чтобы эти слова привели тебя к истине, тебе вовсе не нужно соглашаться с ними. Разве? Не нужно. Даже если ты совершенно не согласен с этими словами, они приведут тебя к истине, и ты найдешь путь домой. Ибо если ты не согласен с этими словами, значит, есть другие, с которыми ты согласен. И тогда ты выберешь другой путь. А если и этот другой путь не твой, ты станешь еще один, еще и еще, пока не найдешь выход из собственного замешательства и дорогу домой. Я подозревал, что дела могут обстоять так. Так они и обстоят. Вся твоя жизнь направлена на то, чтобы ты вернулся домой, вернулся ко мне. «Поэтому благослови каждое событие каждого человека, каждое мгновение, ибо все они священны. Даже если тебя не устраивает это событие, даже если тебе неприятен этот человек, даже если ты недоволен этим мгновением, все они священны. Ибо жизнь рассказывает жизни о жизни через процесс самой жизни. И нет ничего более священного, чем познание, а затем переживание на опыте того, что жизнь рассказывает нам о нас». «Поэтому наша беседа, даже если ты не согласен с тем, что здесь сказано, приведет тебя к твоей истине и укажет путь домой. Ты также встанешь на этот путь и в том случае, если согласишься со сказанным здесь. В любом случае, эта беседа приведет тебя туда, куда ты хочешь идти, все дороги ведут домой, каждая из них». «И на каждой дороге есть метки на деревьях, помогающие мне туда попасть». «Совершенно верно. Вот теперь ты понял. И все эти метки твои. Оглянись. Нет ни одной метки, которую поставил бы не ты». Но иногда ты не узнаешь собственные метки. Когда смотришь на них под новым углом, они кажутся тебе другими. И ты думаешь, будто их поставил кто-то другой. «Естественно, мы говорим здесь о метках на теле твоей жизни, в частности, о тех, которые ты называешь шрамами. Смотри, не подумай, будто их оставил кто-то другой. Тогда ты станешь жертвой, а кто-то другой – злодеем». «Но в жизни, как я уже говорил, нет ни жертв, ни злодеев. Всегда об этом помни». «Мне очень нравится, как сказал об этом мой друг Элизабет Кюблер-Росс. Если бы ты защитил каньон от бурь, то никогда не увидел бы прекрасной резьбы, которую творит на камне непогода». «Да, как раз это я имел в виду, когда говорил, что все в жизни прекрасно, в том числе и смерть. Все дело в точке зрения. Именно точка зрения порождает восприятие». «Да». «Нет-нет, не просто «да». Более пристально изучи последние мои слова. Вглядись в них поглубже. Это едва ли не самое важное откровение, которое я здесь тебе дам. «Итак, я сказал...» «Точка зрения порождает восприятие. От того, как мы смотрим на то или иное явление, зависит, как мы его видим». «Совершенно верно. Спасибо». «Таким образом, если ты смотришь на себя как на жертву, то видишь себя жертвой. Если смотришь на себя как на злодея, то видишь себя злодеем. Если смотришь на себя как на сотворца в процессе сотрудничества, то и видишь себя таким. Если смотреть на каждое событие в своей жизни, включая смерть, как на дар, то увидишь сокровище, которое будет всегда служить тебе на пользу и нести радость. Если же смотреть на каждое событие, включая смерть, как на трагедию, будешь всегда скорбеть и ничего не получишь, кроме вечного уныния. И это ведет нас к пятому воспоминанию. Смерть не является трагедией. Никогда. Она всегда дар. А теперь сосредоточься на этом. Сосредоточься на этом событии, которое ты называешь смертью. Увидев смерть по-новому, ты скоро начнешь видеть и все остальные события в жизни по-новому. И если я смогу воспринимать даже смерть как дар, а не трагедию, то смогу воспринимать все в жизни, все эти маленькие смерти, как такие же дары. Все так называемые неприятности, которые доставляли мне окружающие, или которые я доставлял людям. И тогда больше не будет печали. Не для тебя и не для кого другого. Когда ты переживаешь все эти смерти легко, то тем самым позволяешь и другим жить с твоими смертями легко. Да, сильно сказано. Прекрасные сильные слова. Но не всегда возможно умереть легко. Сейчас я имею в виду большую смерть. Иногда мы просто-напросто боимся смерти. Конечно, боитесь. А если вы боитесь еще и маленьких смертей или потери поражений, то боитесь и жить. Вы боитесь умереть и боитесь жить. Но и способ существования. Так помоги нам! А что я, по-твоему, сейчас делаю? Я как раз помогаю тебе избавиться от страха перед большой смертью. Ибо когда не боишься ее, то не боишься ничего. И можешь жить по-настоящему. Почему же мы так смертельно боимся смерти? Из-за всего, чем у вас учили. Из-за того, что вам рассказывали о смерти. Если ты думаешь о смерти по-новому, то и ощущаешь ее по-новому. А это может стать великим даром. Не только тебе самому, но и тем, кого любишь. У меня есть друг, Эндрю Паркер. Он живет в Австралии. Его жена, друзья называли ее просто Пип, сделала именно то, о чем ты говоришь. Пип умерла от рака в новогоднюю ночь 2005 года. Я получил от Эндрю электронное письмо, которое он разослал всем друзьям их семьи. Оно может послужить прекрасной иллюстрацией того, о чем мы здесь говорим. Пип – величайший дар, какой преподносила мне судьба. Она встретилась мне в то время, когда я думал, что все в своей жизни уладил. Но это было не так. В ночь, когда мы стали близки, она, улыбаясь, сидела в лунном свете, и я понял, что хочу быть с этой женщиной долго. Хочу, чтобы мы поженились и завели детей. Что за блаженство быть рядом с ней? Рак в ее прекрасной груди начал свое путешествие вместе с нашими взаимоотношениями. Отвага и силы этой женщины служили мне путеводной звездой. Ее негаснущая улыбка и холодная остроумие сводили меня с ума. Но наибольшее влияние на меня производила все же ее безусловная любовь. Ее любовь была сильна, словно могучий дуб, глубока, словно синий океан, и неудержима, словно приливы и течений в его глубинах. Она любила меня и принимала таким, какой я есть. Она не обращала внимания на угловатость манер, нью-кастеллский выговор, привычку брониться и вспыльчивость, то, что осталось во мне из прошлого. Она видела во мне лишнее лучшее и бережно все это взращивала. По лечению было жестким, какое предлагает современная официальная медицина. Хирургия, химиотерапия, лучевая терапия, гормональные изменения и ранняя менопауза не лишили моей любимой женственности. Она никогда не сетовала на страдания, причиняемые лечением, а с рождением детей озарилась радостью материнства, энергией женственности и глубокой любовью. Нас всех изумляла ее красота, как внешняя, так и внутренняя. Когда месяцев через семь после рождения близнецов выяснилось, что у нее пошли метастазы, она стала просить прощения. В тот момент она думала не о себе, а обо мне и о наших трех мальчиках. Затем она собралась силами, отряхнула из себя пыль отчаяния и снова стала в полную силу излучать любовь. Удаление второй груди она восприняла болезненно. Грудь была тесно связана с ее личными представлениями о женственности. Однако для меня она никогда не была в большей степени женщиной, чем в эти дни после операции. Когда на следующий день мы принесли мальчишек повидать мать, она по очереди прижала их одного за другим к своей стерзанной груди и даже не поморщилась от боли. Ее сила навсегда сохранится в моей памяти. Ее самоотверженность и мужество служат мне утешением теперь, когда я должен жить один на один с воспоминаниями. А ведь жить еще долго. После этого она прожила еще почти три года. И как она жила? Мой бизнес и карьера были разрушены, я пытался найти себя, свой путь и направление в жизни. А она спокойно создавала мне пространство для роста. Она питала мою душу любовью, приятием и твердым наставлением. И ни разу не позволила мне дать слабину. Боже, как я ее за это уважаю. Последние шесть месяцев ее жизни показались мне вечностью, ибо я жил секундами. А сейчас я жажду провести с ней еще хоть одно мгновение. Как я хотел бы, чтобы нам представился еще один шанс. Как ценил бы я каждую минуту, каждую секунду, если бы удалось вернуть те времена. Последние месяцы и дни Пип стали величайшим ее даром мне. Она уходила из моей жизни постепенно. Некому было приготовить вкусный ужин, пришла моя очередь готовить и наводить порядок в доме. Кто берет одежду со стула, если ты ее там оставишь? Ее нежный голос до сих пор звучит в моем сердце. Мне пришлось застилать кровать и мыть посуду. Как радостно прежде делала все это наша Пип. А теперь она учила всему этому меня. Еще и несла мне утешение. Не я ей, а она мне. Я никогда не ощущал нашу близость столь остро, как в те дни, когда мне предоставилась возможность служить ей. Затем пришло время отвезти ее домой, в Перд, к родным и друзьям. Перелет длился пять часов, и я четливо видел, как ей больно. Столь долгое путешествие. Но никто, кроме меня, не догадался о ее боли. Она вела себя, как всегда, с необычайным достоинством и заботой об окружающих. Пип настояла, чтобы мы свозили ее на остров Ротност. Когда мы плыли по лазурной глади Индийского океана, она всем своим существом впитывала красоту и величие простых вещей. Ее последние дни стали путешествием библейских масштабов. Сорок дней и ночей в пустыне. Пип сама выбрала время, чтобы уйти. Когда она поняла, что со мной будет все хорошо, Пип преподнесла мне величайший здоров. Быть с любимой, находиться рядом, держать за руку в момент, когда она уходит. В 12.50 дня, накануне Нового года, Пип сказала, что хочет умереть под бой новогодних курантов. И ей это удалось. Боль непрерывного напряжения, страх сделать что-то не так или сказать не то, все это ушло вместе с ее духом. Пип ушла так же, как всегда жила, тихо и спокойно. Ушла, не оставив во мне никаких сомнений относительно того, кто я и зачем живу здесь. Ее величайший дар мне состоит в том, что Пип унесла с собой мой страх. Теперь моя жизнь изменилась, хотя Пип всегда рядом. Для наших мальчишек настали трудные времена. Нелегко возместить ту любовь, которую дарила им Пип. Мы по-прежнему растем вместе, и дары ее жизни раскрываются медленно, подобно цветку лотоса, лепесток за лепестком, по мере того, как обретают форму события нашей повседневности, питаемые любовью этой женщины. Этими словами я на свой манер пытаюсь исполнить долг перед любимой, матерью моих детей, и перед вами, перед всеми вами. Мы стали лучше благодаря тому, что она была здесь. Я ни о чем не жалею и никого не виню. Мы сами выбираем ткань своей жизни. Наши действия и реакции окрашивают бытие в те или иные цвета. Мы с Пип выбрали любовь. И, несмотря на все трудности, эта любовь наполнила меня жизнью. Мой выбор – воспринимать случившееся с благодарностью, а не с болью и унынием. Конечно, я испытываю и эти чувства, что совершенно естественно. Но когда преодолеваешь страх, обретаешь связь с любовью внутри себя и с Богом, любовь исцеляет. Она исцеляет наши души, наше взаимоотношение и даже может исцелить планету. Моя жена подарила мне любовь, а я хочу поделиться этой любовью с вами. В первый день Нового года я поужинал с родными, а затем отправился к друзьям Пип, чтобы немного выпить. Мы расстались в 11.40 вечера. До дома было несколько миль, и я прошел их пешком. Пип была со мной. Я ощущал энергию творчества и новых возможностей в радости людей, отмечающих праздник у себя во дворах. В ночи, озаренной фейерверками, ангельский голос Пип нашептывал мне, «Ты был прав и знал об этом». Этими словами Пип дала мне знать, что она соединилась с Богом, слилась с коллективным сознанием и снова пребывает в источнике творения. Я расплакался. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости! А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране.